Рерихов В связи с этим Николай Константинович говорит о том, что в соседней с Изварой деревни Яблоницы в Екатерининские времена жил индийский раджа, остались даже следы Могольского парка. Возможно, от раджи и пошло это название – Извара Ишвара. Может быть, это только предположение, но так велико желание иметь духовные сокровища Индии у нас в России. Это свидетельство об Изваре является символом любви к Индии, к индийской культуре. Это волевое устремление к Индии можно назвать индофильством, по аналогии со славянофильством, германофильством и так далее. В самом деле это вполне определенная культурная тенденция, характерная не только для России, но и для многих других стран и культуры. Индия всегда играла роль духовного магнита для той части человечества, которая мечтает о синтезе религиозных, философских и художественных смыслов, а также о реконструкции прооснов языка и культуры. Но русское индофильство имеет свои особенности. Наиболее интенсивные и плодотворные искания Индии, ее духовных сокровищ наполняли судьбу и творчество семьи Рерихов – Николая Константиновича, Елены Ивановны, Юрия Николаевича, Святослава Николаевича. Определяющим духовным маяком Индия была и для Елены Петровны Блаватской. Почему именно Индия? С Индией связаны представления о духовной родине, про матери всех культур. Мы говорим сейчас не об исторической доказательности, но такие представления существовали и существуют. Они были характерны и для немецких романтиков, и даже для славянофилов, в частности для Алексея Степановича Хомякова, изучавшего санскрит и размышлявшего о генезисе православной символики, указывая на возможное индобуддийское происхождение архитектурной композиции купола креста и полумесяца. В православном храме. А также на родство церковнославянских и санскритских слов. Александр Николаевич Афанасьев говорил об изначальной роли санскрита для изучения всех индоевропейских языков, а также об архетипическом характере мифологии вет, священных писаний Древней Индии для всей мифологии, в том числе и славянской. Известно, что Александр Николаевич Островский прилежно изучал поэтические воззрения славян на природу Афанасьева. Результатом этого изучения стала знаменитая «Снегурочка» 1873. Работая над декорациями к одноименной опере римского Корсакова, Николай Константинович Рерих вносит ярко выраженные индийские интерпретации традиционных славянских образов. В частности, он сближает таких персонажей, как Лель и Кришна. Кришна Лель становится одним из важных мотивов Рериховского творчества, к которым он обращается в разные периоды своей деятельности. Этот мотив является одним из связующих между так называемыми русскими и индийскими периодами. Само это сближение образов славянской и индийской мифологии поистине гениально. Скажем несколько слов о Леле. Современные историки и филологи полагают, что Лель является продуктом так называемой «кабинетной мифологии», в кавычках, то есть искусственно сконструированным персонажем. Создание Леля приписывается польским историкам XV-XVI веков, конструировавшим славянскую мифологию по аналогии с греческой. Таким образом возникают Лель и Палель, сыновья Лады. Лель является славянским божеством любви, аналогичным Эроту и Амуру. Этот образ заимствуется русскими писателями, поэтами, он встречается у Пушкина, но своего апофеоза достигает в пьесе Островского «Снегурочка». Затем, благодаря опере римского Корсакова, а после советским фильмам и мультфильмам, становится наряду со Снегурочкой и Дедом Морозом вполне определенным символическим персонажем, настоящим народным характером. И существенную роль в этом процессе сыграли образы, созданные Рерихом, как в декорациях, так и в самостоятельных картинах. Теперь о Кришне. Кришна – один из самых загадочных и вместе с тем популярных персонажей индийской религии и мифологии. В Махабхарате он изображается как могущественный кшатрий, царь рода Яду, родственник и доброжелатель пандавов, благочестивых воинов, соперников злонамеренных кауравов. В Пуранах, особенно Пхагавата, Пуране, Кришна – божественный мальчик-пастух, играющий на флейте, пасущий вместе с друзьями пастушка, метелят на священной земле Вриндавана и побеждающий многочисленных демонов. Девушки Вриндавана, очарованные игрой Кришны на флейте, они убегают из своих домов слушать молодого пастуха и танцевать с ним. Все это действительно так напоминает образы из цены «Снегурочки» Островского. В пьесе мы находим и намек на божественное происхождение Леля. О нем говорится, что он сын Ярилы Солнца. И вот Лель Островского, Васнецова и Рериха постепенно и таинственно осознается как славянский Кришна, а царство Бериндеев начинает восприниматься как Мадхура со священными холмами и рощами Вриндавана, арийская прародина, Пхара Товарша, обитель предков. Пусть этого образа не было в древней славянской мифологии, он был досотворен великими писателями, художниками и русским народом в XIX-XX веках. Вообще сопоставление образов и сюжетов Пуран, эпических сказаний древней средневековой Индии, с образами и сюжетами славянской мифологии, а также волшебными сказками и былинами, может дать много исключительно важного материала. И работа еще не проделана, она даже еще не начиналась. Важность такого исследования прекрасно понимал и неоднократно подчеркивал Николай Константинович Рерих. Метафизическую и метаисторическую связь индийской и русской культуры прекрасно почувствовал и выразил русский поэт Николай Гумилев в стихотворении «Северный Раджа». Это стихотворение, маленькую поэму, можно рассматривать как манифест индофильства. Приведу его полностью. «Северный Раджа» посвящается Валентину Кривичу. Валентин Кривич – это сын великого русского поэта Иннокентия Федоровича Анинского, директора Царско-сельской гимназии, учителя Гумилевой Ахматовой. «Она простерлась, неживая, когда замышлен был набег, ее сковали грусть без края и синий лед, и белый снег, но и задумчивые ели в цветах серебряной луны всегда тревожные хотели святой по-новому весны. И над стороной лесов и гатий сверкнуло золотом заря, то шли бесчисленные рати непобедимого царя. Он жил на сказочных озерах, дитя бриллиантовых раджей, и радость светлая во взорах, и губы лотуса свежей. Но сына царского на север его таинственно влечет, он хочет в поле видеть клевер, в сосновых рощах желтый мед, гудит земля, а ружье блещет, трубят военные слоны, и сын полуночи трепещет пред сыном солнечной страны. Сецарь, придите и поймите его спасующую сеть, в кипучей вихре его событий спешите кануть и сгореть, легко сгореть и встать иными, ступить на новую межу, чтоб встретить в пламени и дыме владыку севера Раджу. Он встал на крайнем берегу, и было хмуро побережье, едва чернели на снегу следы глубокие медвежьи, да в отдаленной полынье плескались рыжие тюлени, да небо в розовом огне бросало ровный свет без тени. Он обернулся, там во мгле дрожали зябнущие арсы, и, обессилев на земле, валялись царственные барсы, а дальше падали слоны, дрожа стонали, как гиганты, и лился мягкий свет луны на их уборы, их барельянты. Но людям, павшим перед ним, царь кинул гордое решение, мы в царстве снега создадим иную Индию, виденье. На этот звонкий синий лед утесы мрамора не лягут, и лотус здесь не зацветет под вековую сенью пагод, но будет белая заря пылать слепительнее вдвое, чем у берманского царя костры из мирры и алоэ. Не бойтесь этой ноготы и песен холода и в юге, вы обретете здесь цветы, каких не знали бы на юге. И древлемертвая страна с ее нетрунутую новью, как дева юная пьяна своей великою любовью. Из дивной Галии в отче к ней приходили кавалеры, красуясь в бархатном плаще, манили к тайнам чуждой веры. И Византии строгой речи, ее задумчивые книги не заковали этих плеч в свои тяжелые вериги. Здесь каждый миг была весна, и в каждом зоре жило солнце, когда смотрела тишина сквозь закоптела и оконца. И каждый мыслил, я в бреду, я сплю, но радости все те же. Вот встану в розовом саду над белым рамором прибрежей, и та, которую люблю, придет застенчиво и томно. Она близка, теперь я сплю, и хорошо у грезы темной. Живет закон священной лжи, в картине, статуе, поэме, мечта великого Раджи, благословляемая всеми. 1910 год. Николай Степанович Гумилев очень ценил живопись Николая Константиновича Рериха. В своем письме из Парижа о заглавленном выставке нового русского искусства в Париже, 1907, Гумилев пишет, «Королем выставки является бесспорно Рерих, выставивший 89 вещей». Мне любопытно отметить здесь его духовное родство с другим новатором современной французской живописи, родство с крупным новатором современной французской живописи, Полем Гогеном. Оба они полюбили мир первобытных людей с его несложными, но могучими красками, линиями, удивляющими почти грубой простотой, и сюжетами дикими и величественными. Подобно тому, как Гоген открыл тропики, Рерих открыл нам истинный север, такой родной и такой пугающий. Из больших картин Рериха наиболее интересны изображающие народ курганов, где на фоне северного закатного неба и чернеющих елей застыло сидят некрасивые коренастые люди в звериных шкурах, широкие носы, торчащие скулы, очевидно, финны, белоглазая чуть. Эта картина параллельно другой, бывшей в осеннем салоне. Там тоже северный пейзаж, но уже восход солнца, и вместо финнов славяне. Великая сказка истории, «Смена двух рас» рассказана Рерихом так же просто и задумчиво, как она совершилась давным-давно среди жалоб на шелестящих болотных трав. Песня о викинге, вещь изысканная по благородству красок, серых, синей, бледно-оранжевой, от сбегающего вечера еще суровее старые стены дедовского дома. Белокурая грустная девушка поет о ком-то далеком, а пред нею среди сверкающего облака в яростной схватке и шиблись две призрачные ладьи. Сокровище ангелов, камень с изображением дракона на одной стороне и распятого человека на другой. Это вековое сопоставление добра и зла, и его ревниво охраняют толпы ангелов, прелестных ангелов XIII века монастырской России. Интересна была мысль выставить рядом Рериха и Белибина, одного как представителя скандинавских и отчасти византийских течений в русском искусстве, другого как поборника течений восточных. Белибину удалось создать ряд вещей чарующих и нежных. Наверное, такие же грезы смущали сон Афанасия Никитина, божьего человека, когда, опираясь на посох, он шел по бесконечным степям к далекому чудесному царству индейскому. Былина о вальге, это самое величественное произведение русского духа, нашла в Белибине чуткого ценителя и иллюстратора, передавшего всю ее своеобразную красоту. А кроме вальги на выставке есть его иллюстрации к золотому петушку и вещи, рисованные для золотого руна. Конец цитаты. Характерно, что то, о чем говорит Гумилев в связи с Белибином, позже станет еще более характерным для творчества Рериха. А вот были поздние, 1909-й, свидетельства Гумилева о Рерихе из рецензии по поводу салона Маковского. Рерих. Вот высшая степень современного русского искусства. Он глубоко национален, именно национален, а не народен. Не принимая современную Россию за нечто самоценное, законченное, он обращается к тому времени, когда она еще создавалась, ищет влияние скандинавских, византийских и индийских, но всех преображенных в русской душе. Манера его письма, могучая, здоровая, такая простая с виду и такая утонченная по существу, меняется в зависимости от изображаемых событий, но всегда раскрывает лепестки одной и той же души, мечтательной и страстной. Своим творчеством Рерих открыл непочатые области духа, которые суждено разрабатывать нашему поколению. Конец цитаты. То, что сказано Гумилевым о живописи Николая Константиновича Рериха, мы сегодня можем применить ко всему наследию семьи Рерихов. Всестороннее изучение этого наследия будет способствовать пониманию сокровенного смысла метаисторического родства русской и индийской культуры, древнего и современного, изменяющегося и оживляющегося, играющего новыми гранями и в наше темное время. Спасибо за внимание.